Друзья, всем огромный привет! Вы на канале Делай Сам и с вами снова Алексей. Сегодня я покажу вам идею, бизнес-идею для гаража, либо в подарок кому-то, либо для самого себя любимого. Проект будет у нас в ней с деревьяхи. Материалы все заготовились давным-давно и видеоматериала не осталось, к сожалению, никакого. Я вам сейчас немножко покажу, какие запчасти я сделал, какие размеры и дальше мы продолжим изготовление всего чуда. Вам желаю всем приятного просмотра. Обязательно досмотреть до конца. Не забудьте подписаться, кто еще не подписался, поставить по лайку. Поехали! Друзья, как понимаете, проект старый. Вот достал. Что сейчас у нас получается? Получилось две вот такие вот ноги, с пятками уже, крючены саморезами. Они размером 52. 60 сантиметров, 600 миллиметров, это у нас получатся ножки. Они вот такие вот, 4 штуки. Также полутораметровые сделал вот такие вот перекладины. Сейчас мы, конечно, саморезами еще немножечко поджарим, потому что дерево уже лежит давно и нужно немножечко будет придать цвета. Также прикупил мебельный щит. В моем случае это метр восемьдесят на восемьдесят, толщина сорок миллиметров. Также его обжигаю на нужном нам состоянии. Теперь берем в ход УШМ вот такую вот мягкую корщетку, она предназначена для дерева, я не знаю еще для чего, и зачищаем. Это у нас будет нижняя сторона, нам нужно зачистить ее в первую очередь. Сделал также вот такие вот бруски. Они будут у нас пришиваться. Сейчас сверлом восьмерочкой на два с половиной, на двадцать пять миллиметров углублюсь. Теперь сверлом троечкой пройду насквозь отверстие. Теперь закрепляю на саморезы. Саморезы буду закручивать также в другую сторону. Тем самым мы столешницу скрепим между просто собой, чтобы она не рассыхалась и не изгибалась. Получилось это вот так. С краевка отступил 32,5 сантиметра с каждой стороны. И здесь сейчас возьмем УШМ и сделаем своеобразные рисунки. Теперь при помощи металлической щетки убираю сначала, а потом буду проходить мягко. Друзья, ну в общем все. Я за кадром заброшировал все запчастюльки. Сейчас убираем. Эту сейчас выставим посередине четко и прикрутим саморезами. Доска стоит по центру ровненько. Теперь углубляюсь на пять сантиметров. Сверлом восьмерочкой. И закручиваю на 90-е саморезы. Теперь устанавливаю одну ногу. И сейчас саморезами закручу сюда, сюда и отсюда. И будет четко. Сверху прикрутил еще одну палку с внутренней стороны на два по два самореза. Теперь выставляю ногу. И сейчас так же ее зацелье отъездки закручу. Сверху устанавливаю ногу. Сверху устанавливаю ногу. Теперь более тщательно снимаю всю мягкую древесину, оставляя тем самым хорошую древесину. Казалось бы все, стол вроде и готов, но захотелось добавить еще некоторых элементов. Сделать буду при помощи тоже самое УСМ из очистного диска. Продолжение следует... Теперь все это дело шлифую. Для декора использую льняную нитку. Друзья, стол готов, я хорошо шлифанул все, компрессором всю пыль убрал. Друзья, стол покрывать буду вот таким маслом для дерева в аэрозоле от компании Vixen. Купить его можно в любых магазинах, я лично покупаю в Leura Merlin. Оно на основе льняного масла, как знаете, это натуральный продукт, который хорошо питает и защищает древесину от растрескания. Но и в то же время, а древесина дышит. Конечно, на ваше усмотрение, спустя 24 часа можно вскрыть еще и лаком. Наносится прям очень удобно, это все-таки с аэрозолем и с кисточкой. В любое место можно подлезть. Друзья, вы посмотрите, какая красота получилась. После нанесения масла цвет и текстура дерева улучшились в два раза. И внешний вид стола стал в два раза красивее. Посмотрите, какая красотища получилась. Делается не так тяжело, не так долго. Я это сделал своими руками, вам как идея для бизнеса в гаража, либо можно сделать самому для себя, в подарок, друзьям, в баню, в дачу, на участок. В общем, делается легко и просто. Покажу, сколько стоит готовый вариант, конечно, самому сделать гораздо дешевле. Но вам хочу сказать огромное спасибо, кто смотрит меня. Если вам понравился данный ролик, обязательно поставьте по лайку, прокомментируйте данное видео, поделитесь с друзьями. Ну, жду, в общем, от вас обратной связи. Вам желаю всем крепкого здоровья, добра, любви и удачи. На сегодня я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.